Оптовая цена на 95-й бензин достигла исторического максимума. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже тонны этого бензина стоят 56 700 рублей. Таким образом, с начала лета биржевая цена 95-го выросла почти на 10%, сообщает РИА Новости. Логично предположить, что рост котировок на оптовые закупки вскоре вызовет подорожание бензина на розничном рынке. А вот цена самого распространенного, 92-го бензина, с начала июня почти не изменилась. За тонну этого топлива по-прежнему просят чуть меньше 50 тысяч рублей. Госавтоинспекция прекратила регистрацию около полумиллиона автомобилей, которые числились за гражданами, ушедшими из жизни. Данные об умерших автовладельцах ведомство получило от Федеральной налоговой службы. Напомним, в России покупку машины, зарегистрированной на умершего, до этого называли вечным учетом. Новый владелец, нарушая ПДД, не оплачивал штрафы, зафиксированные мобильными и стационарными комплексами. Теперь регистрационные подразделения ГИБДД получают информацию об умерших и автоматически прекращают регистрацию автомобилей без предупреждения наследников. Но когда те вступают в права, то получают право оформить машину на себя. До конца нынешнего года откроется движение по новой транспортной развязке, расположенной на 61-м километре федеральной трассы М7 «Волга». Комплекс дорожных сооружений обеспечит удобный и безопасный подъезд к ближайшим населенным пунктам, а также свяжет два участка центральной кольцевой автомобильной дороги – третий и четвертый. Кроме того, улучшится пропускная способность Горьковского шоссе. Развязка позволит отказаться от светофора, который создает заторы в часы пик. На нем предусмотрено 9 съездов. Благодаря этим 9 съездам будет предусмотрен полный разворот автомобильного транспорта, который позволит, в свою очередь, исключить светофорный объект на М7 «Волга». Новую транспортную развязку строит государственная компания «Автодор». Сейчас дорожники возводят на участке мостовое сооружение, укладывают переходные плиты и гидроизолируют конструкции. Уже появляются и первые метры асфальтобетонного покрытия. Если все пойдет по плану, то дорожное полотно обустроят в конце июля. Субтитры создавал DimaTorzok